друзья мои всем привет сегодня с вами будем рисовать такой сюжет под названием воздушное путешествие сюжетик очень-очень простой в принципе построить шарики да как бы там поделить секционно и закрасить небо ну как бы я думаю все смогут да это такое прям ну очень простое рисовать я хочу в этот раз акрилом можно в принципе можно и маслом тоже нашла такую работу но она по-моему выполнена как бы не цветными карандашами что-то такое но я хочу до чтобы было так ярко написать акрилом и взять вот максимально какие-то красивые яркие цвета чтобы работа такая прям классная получилось и в оригинале формат конечно квадратные но мы будем размещать вертикальном формате и так ну давайте собственно приступим к самой разметки но все равно поделим листочек хоть у нас там и квадратный дам поделим листочек приблизительно пополам по вертикали по горизонтали и на оригинале да я вижу что самый ближний шар у нас такой большой и занимает ну даже больше половины то есть середину давайте найдем его тогда середину пускай у нас сюда будет выходить да и заканчиваться где-то ну чтоб не сама не в самый край пускай заканчивается здесь то есть середина у нас будет вот здесь да и собственно не до самого верха то есть где-то вот так так а низ так как он у нас такой вот вытянуты да он не круглый а более вытянутый ну то есть пускай где-то вот сюда доходит до нарисуем теперь соединим вот эти наши засечки соединим и сделаем такой вот шарик шарик смысле не кружок а шар и вот сюда он у нас будет приходить где-то даже вот сюда то есть не остренький доделаем а как бы там отверстие есть куда вот огонь поступает горячий воздух горелкой разогреваю да и он летит тут такое вот отверстие и вот здесь немножечко вот так опускаем вот такая деталь очка примерно такой ну легко же да в принципе можно нарисовать можно дальше так здесь чуть-чуть вот так выгнутые дальше вот мы нашли серединку да и смотрите у нас не будет он ровный да мы берем его так вот раз секцию отмечаем среднюю центральную и она у нас придет куда-то тоже сюда в серединку то есть вот смотрите она по форме шарика она будет также где-то вот расширяться вот здесь середине и сужаться вот сюда к низу тоже да просто наметили следующие так как это у нас фигурка шарик да это смотрит секция прямо на нас мы и прямо видим да то есть она вот такая другие будут поворачиваться вот да по форме шара и они уже зрительно мы будем видеть более узкие но также мы намечаем вот так вот раз да с этой стороны с этой вот он неровная макушечка вот эти секции такие интересные и вот теперь уже немного уже мы опять таки ведем сюда и вот к низу приходим с этой стороны примерно такая же дальше еще немножко вот опускаемся делаем такие вот засечки это у нас будет еще уже так как она еще дальше там от нас отвернута вот так уж и сделали и здесь уже что там осталось у кого-то получится больше этих до делению кого-то меньше ну вот такой вот шарик получился дальше так вот здесь у нас овальчик раскрытый здесь у нас как я смотрю на оригинал здесь у нас будут прутики такие вот веревочки да дальше чуть ниже будет у нас висеть корзинка ну что то такое вот приблизительно квадратная да мы знаем корзинка она у нас квадратная здесь ручка и вот к ней вот эти все ревочки идут без кота ни один мастер-класс не обходится крикун товарищ дальше следующий шарик мы нарисуем чуть чуть пониже этого поменьше то есть он где-то там дальше летит да и также наметим вот к примеру мы пускаем ну так как у нас длинный до вытянутых осна давайте вы немножко ниже вот сюда опустим пускай начинается у нас здесь поменьше будет вот сюда идти соответственно и вот эта деталька будет за поменьше у него и он такой я смотрю более вот такая у него макушечка то есть если у этого закругленная больше то у этого больше стака выпуклая и он такой более пузатенький что ли вот здесь ну то есть разные да какие-то они шарики они вообще все такие разные красивые я вот лично ни разу в жизни их не видела вживую очень бы хотелось посмотреть наверное зрелище великолепное также вот наметили чуть-чуть прутики да и где-то там небольшая корзиночка дальше это же какие-нибудь вот узорчики здесь будут у нас опять таки центральная часть у нас пойдет вот так вот пошире и и следующее по лужи вот что то такое и на нем можно узор дал такие какие-то дуги здесь здесь вот так вот пускай идут там так и туда куда-то пошли то есть по кругу тоже да такая не на одной ровной линии а как бы вот такой вот дугой выгибаем и сюда также то есть я тоже не буду его там прям досконально вырисовывать хочу что-то такое вот свежая смелая быстренько так написано вот здесь какие то то есть они все разноцветные можете посмотреть к примеру где-то в интернете поискать сделать другие раскраски самих шаров так а вот этот у нас такой вот интересный он весь из таких вот будет разноцветных квадратиков вот так сделаем его и вот эти квадратики я хочу как раз таки сделать чтобы они у меня были все такие разные яркие красивые вот видите у меня первое ровно я как бы доделаю их вот здесь дальше чуть-чуть приподнимаю приподнимаю то есть по форме этого шарика и и зрительно получается что он у нас такой вот получается объемники закругленники и наметим также какие-нибудь маленькие да там можно один где-нибудь можно и 2 и 3 в оригинале там сколько их 4 маленьких но я много не хочу два можно где-нибудь вот я добавлю к примеру вот здесь какой-нибудь мали пусинки мали пусинки какой-нибудь там вот шарик вот так вот там тоже такая корзинка ну там вообще прорисовывать особое не надо потому что это очень и очень далеко тоже видны там какие-то вот эти вот дуги да вот такой к примеру к низу можно вот так вот отделить другого цвета ну и где мы еще нарисуем давайте вот здесь сделаем да какой-нибудь тоже шаричек пускай чуть-чуть побольше будет то есть он где-то это дальше а этот будет поближе немножко вот так вот где толку здесь тут тоже корзиночка и у него узорчик ну какой пускай будет как там вот есть такой сине-белый красивый так пока начеркаю потом уже краской проработаю ну и еще давайте чтобы не 4 было до нечетное количество а сделаем нечетное количество то есть какой-нибудь ну где-нибудь 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 вот здесь вот здесь где-нибудь давайте нарисуем тоже небольшой небольшой воздушный шар корзинка также совсем-совсем легонечко намечаю как вообще схематически также вот сделаем вот эти вот долги и здесь узор пускай у нас еще будет вот так вот как-нибудь под наклоном да то есть все может быть вот достаточно это все остальное будет какую-нибудь такими мазочками мы нанесем сделаем небо и так бумажное полотенце у меня для кисточки протирать одноразовая палитра и мы с вами берем кисточку так я возьму синтетику вот такую плоскую возьму синтетику и собственно для неба нам нужен белила и какой-нибудь синенький я беру белилки и синенький мне хочется у меня вот есть кобальт синий у меня есть и ультрамарин и голубая офицера мне хочется такой то есть можете брать такой какой вам нравится вот такой красивый цвет да почему бы и нет мы же хотим яркое сделать и так слегка окунаю кисточку в водичку чтоб она не сухая была да так вот смочили промокнули и я смешиваю белилки с капелькой голубой вот такой цвет сильно не вымешиваю и довольно таки свободными мазочками я буду заполнять наше небо вот такими вот движение я не хочу его сильно выглаживать фон чтобы он был какой-то очень выписаны до чересчур даже выписаны пускай он будет живой такими вот мазочками смелыми интересными мазочками красочки не жалейте пишите пастозно объемненько так где канатики там вот перекрываю нам проще потом их сверху нанести корзинку в принципе тоже можно ну я оставлю вот так видите где-то темнее так можно мазочки добавить более темные в разных направлениях двигаемся мазочками вот так здесь вот видите ровную линию провела и как бы ее сама вот я обвожу до шарик вот ровная линия и вот ее беру и разбиваю чтобы такую каем очки прям не было ровной здесь тоже вот эти веревочки закрываем и вот эту линию разбиваем и таким образом заполняем собственно весь фон небо светлей кем не да где-то голубой меняем вот здесь можно более светлый оттенок тут у нас будет корзинка темненькая коричневая да на светлом она будет классно ярко смотреться помним про вот эти вот правила да что у нас хорошо светлая на темном смотрится контрасты до темная на светлом вот таким образом постепенно постепенно мазочками заполняем таким красивым голубым цветом перекрываем все наше небушка маленькая корзиночка тоже реки я акрил однородно не вымешиваю и мазочки получаются какие-то очень светлые какие-то очень темные живенько живенько так вот заполняем вот осталось чуть-чуть совсем вот закрыли и теперь можно взять белилки и белилками где-то тоже такими же мазочками сильно не втирая чтобы прямо конкретно не перемешивался да с голубым сейчас протру кисточку от голубого создаем что-то типа облаков вот можно вот так плоско ложить то есть когда вы держите вот так кисточку она больше перемешивается и снимает краску нежели вы вот как лопаточкой мягенько снимаете видите мазочек получается более четкий и вот так смотрите раз и он даже вот еще раз наберу краску да вот раз и он не такой яркий белый получается то есть а вот так раз мазок более яркий и меньше перемешивается понятно да и вот вот так вот еще набираю что-то типа облак облачков каких-то намешиваем здесь это же все-таки небо да у нас шары в небе летят вот так не задумывайтесь что какие-то там у вас облака должны быть идеальное получится не надо повторять как у меня смотрите на свою работу где у вас вот будет красиво смотреться эти облака да то есть представляете так здесь как-то вот у меня фигурочка его чуть-чуть подправлю либо потом сверху добавлю и говорила да уже точно не сильно задумывайтесь над тем где мне закругление в облаке сделать вот наоборот отключите всю я понимаю что это сначала тяжело сама такая была отключить допустим какое-то свое вот это вот понимание и просто брать и пятна наносить да вот эти этих облаков это тяжело до поначалу но вы пытайтесь она рано или поздно придет и когда вы делаете эти облака вот именно не стараясь там найти какие-то красивые очертания если вы так будете делать они будут какие-то знаете одинаковые вот вот эти вот шапочки они получатся вот сто процентов одинаковые ну да может где-то будет какое-то отличие когда вы не задумываясь двигаете до рукой на нашлепываете эти облака получается более интересно менее вот замусолено затерто нежели вы будете его выписывать вот так ну я думаю понятно да объяснила единственное про что помним вот самое то что макушечка облаков у нас более четкая а книзу она как правило тает и вот так нужно его пальчиком вот так вот растянуть и вот туда вот туда тут уже подсох то есть сделать более таким каким-то бледненьким увести какие-то отдельные точечки облака летают же бывают конечно бывает вот здесь вот так вот прокручивая кисточкой раз внизу стерли это все растянули его на нет и это пускай в облаке где-то там летит вот так вот вот так туда списали ну и какой-нибудь вот здесь добавим тоже пускай до облачка будет туда уходит за шар низ списываю то есть мы не пытаемся там вырисовать да какие-то прям вот конкретно облака ну какие-то такие вот интересные намеки на то что у нас это какое-то воздушное пространство и там движение какое-то присутствует да не только вот небо синее это и скучно будет когда просто закрашена все одним цветом это скучновато по мне а вот так вот когда даже фон на фон смотришь и там есть что порассматривать поразглядывать это конечно намного интереснее так кисточку промываем и сейчас мы с вами начнем заниматься самым интересным да мы будем делать наши шарики но для начала я возьму так я возьму коричневый вот у меня сиена жженая я взяла коричневый такой мы с вами прорисуем контур этих шариков выдавилась на сиены если акрил подсыхает я уже показывала да для гуаши для акрила тоже вот такой вот какой-нибудь спрей там вот так вот прыска и он тогда меньше сохнет то есть можно такой купить он стоит там что-то не знаю нет цены копейки там стоит а штука очень очень полезная кстати можно если есть что-то какое-то спреем что у вас там был какой-нибудь пузырек из-под лекарств да есть такие вот там ну небольшие что-нибудь подумать придумать и как бы использовать его для водички то есть очень классно и с собой если куда-то идешь конечно очень удобно взять итак я возьму кисточку наверное потоньше что-нибудь чтобы прорисовать наши контуры чтобы потом наносили оттенки красные оранжевые да и кое-где вот эта темная полосочка она у нас будет как бы контуром но не везде она где-то перекроется где-то мелькнет то есть чтобы было интересненько и так я взяла вот буду я работать прорисовывать кисточкой скошенной тоже синтетика мне удобно скошенной работать выберите то что удобно вам не надо привязываться вот именно к тому что чем я рисую значит там и вы также берите чем комфортно тем и рисуйте и так и сейчас вот я этими эти линии буду выравнивать шарики наши где у меня тут ушло куда-то где скосила да вот так потом у нас все это дело сверху вот разноцветными этими пятнышками все это дело перекроется для того чтобы нам было видно все это дело мы сейчас так вот с вами их и прорисуем вот так снизу здесь корзинку можно сразу так в одно движение раз закрыть дальше следующий вот так есть меня подсохла маленький я тоже чуть-чуть вот так вот намечу и корзиночка где-то там пока все коричневым я намечаю размечаю так уголочком раз здесь малюсенький шарик вот так и следующий здесь я уже буду вот так секционно его прорисовывать так здесь я хочу его наверное сделать чуть-чуть вот так пошире так с этой стороны вот где-то наверное вот так тоже чтоб он примерно был ровненький да не совсем уж кривой косой вот так вот так так штучка и сама собственно корзинка тоже видите я не особо стараюсь ее сделать там идеально квадратную и дальше вот я когда форму себе задала да вот такой вот он у меня вытянутый как яичко получился ну и пускай будет такой почему бы и не и дальше я продолжаю вот так вот заполнять и последний малюсенький дамы его тоже немножечко немножечко вот так вот я его обведу и корзиночку есть теперь 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 я промываю кисточку и начнем закрашивать наши шарики самая интересная такая яркая работа так ну пока у меня голубенький есть до на палитве так я наверное возьму все-таки себе какой-нибудь голубой сейчас я попробую чистым этим голубым вот где у меня вот здесь датк пускай допустим пойдут синие в принципе можно оставить и его кобальт этот небо то у нас в разбили было да вот и вот так вот по диагональ очки заходя на коричневый то есть перекрывая его довольно таки постозно чтобы было ярко красиво я вот такими вот движениями заполняю эти секции шарика и таким вот образом как бы в шахматном порядке мы заполняем довольно таки смелыми такими мазочками сильно не выцеливаясь и вот здесь небольшой уголочек сделали дальше ну можно повторять в принципе как в оригинале а можно сделать какие-то свои я пока синим закончу и возьму ниже синего у меня есть такой красивый желто-зеленый оттеночек вот такой вот так и называется желто-зеленый я вот хочу еще его то есть прям чистыми цветами из баночки вот таким цветом я нанесу вот здесь следующий как бы ряд вот сюда у меня пойдет он дальше где-то 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 вот здесь он пойдет то есть под голубым вот так вот здесь небольшой как бы дугой до черт чего им так вот жирненько густенько чтобы было красиво интересно и вот здесь один фигментик заполнили такой цвет есть теперь рядом с ним я сделаю желтенький желтенький у меня средний желтый средний такой яркий сочный оттеночек вот такой вот прям красивый красивый да я хочу чтобы у меня было ярко красиво вот здесь небольшой кусочек и также под зелененьким желтенький делаем то есть тоже по диагонали чеки так если желтенькая прозрачная вот как у меня до сильно не давите на кисточку чтобы она не не тонким слоем ложилась а вот снималась еле-еле тогда карандашик перекроется либо намечайте более не сильно давя я давлю на карандаш чтобы вам было видно камеру а вы можете себе чуть-чуть как бы чтобы видно было главное до контуры достаточно так и вот здесь кусочек тоже у нас желтенький вот так такой у нас получается яркий шарик дальше к этому желтому я возьму сейчас добавлю красный светлый выдавлю себе на палитру и добавив в этот предыдущий желтенький красненького немножко я получу оранжевый оттенок можно взять в принципе можно взять готовый оранжевый у меня есть ну я могу смешать да вот чуть-чуть добавила получился такой вот не совсем светлый ну такой довольно таки темный то есть всегда красиво когда есть какие-то контрасты да то есть светлая темная то есть если мы все сделаем яркая и не будет каких-то темных красочек тоже будет не ярко будет очень нежное светло а вот чтоб так сочно было нужно чтобы и темненькие и светленькие присутствовали вот мы добавляем такой оранжевый густенько жирненько вот так выкладываем работа как можете видеть да совсем такая простенькая легенькая прямо для самых-самых начинающих кто хочет что-то порисовать дальше следующую мы берем уже чистый красный этот же красный светлый следующий ряд сделаем красненький вот таким образом выкладываем красненький то есть ничего сложного да в принципе мы заполняем все вот эти вот сегменты нашего шарика так вот здесь чуть-чуть опущу так вот дальше красненький у нас еще будет здесь я сделаю розовенький а вот здесь следующий ряд сделаю вот здесь еще красненький так розовенький розовенький а через один получается не туда пошла пускай здесь будут красненький не страшно вот так вот заполняем дальше я добавлю вот такой смотрите какой есть яркий ядовитый розовый добавлю его и над голубеньким я сделаю такой розовый вот здесь вот такой яркий сочный смотрите какой шар у нас получается то есть вы можете взять да тот же самый узор на шаре свои какие-то яркие краски что у вас есть и сделать свои да то есть проявляем фантазию и рисуем рисуем творим смело ничего этого не боимся вот так плотненько выкладываю красочку так у меня кусочек беленький и и вот здесь такой большой кусочек будет красивый розовый какой яркий для цветов до какой-нибудь таких вот красивый оттеночек вот так и вот здесь последний кусочек тоже у нас розовенький маленькие детальки на весу руками совсем удобно вот так прям выкладываю густенько чтобы сочненько все было это и интересненько дальше друзья мои сделаю-ка я еще оранжевый можно чуть-чуть посветлее чем предыдущий и вот здесь я сделаю такой вот посветлее оранжевый вот этот кусочек кусочки эти я заполнил таким вот оранжевым просто в желтый добавила меньше красного дальше здесь вот так вот макушечка это вот таким образом дальше я возьму сейчас вот у меня желтый остался немножко в него добавлю своего кобальта вот немножко добавила ведь такой зелененький получился даже можно побольше чтобы по зеленей был и собственно если здесь у нас среда то внизу будет тень и то есть здесь я наверно оставлю еще под голубой ряд а следующий я сделаю пускай у меня будет зелененький вот так вот зелененький добавили дальше вот здесь я решила что у меня будет сильненький я сюда добавляю синенького выкладываю прям вот так постой ненько немного скучновато до мастер-класс или пойдет нравится вам такое сделали ну и какой мы сделаем вот у нас кусочки остались да что мы туда добавим ну давайте ярко зеленый наверх добавим вот этот да оттеночек пускай он будет у нас здесь ярко зеленый вот так и снизу ну какой можно желтенький просто до насыщенный добавить пока у меня он закончился и сейчас тебе еще добавлю так как у меня еще есть там желтенькие шарики так беру и желтенький вот здесь я добавляю ну и остался один кусочек давайте я его сделаю просто красный тут уголочек маленький сделаю красный вот так дальше вот эта вот штучка до которой к низу идет вот это она у нас синенькая а вот эта часть она там получается как бы в тени и я вот в синенький добавлю немножко красненького такой сделаю видите вот в синенький добавила красненького такой получился как темный фиолетовый до грязники вот его туда так вот здесь корзинку подправлю вот так этот шарик мы пока оставим чтобы он у нас подсыхал чтобы сделать потом вот эти детальки еще блечевочки там проложить нужно нам чтобы чуть-чуть чуть-чуть подсохла все это дело дальше я беру какой-нибудь тот же этот кобальт да с белилками можно фиолетовый этот грязненький вот этот взять и вот этот шарик я хочу сделать смотрите вот так вот раз макушечку темненькую и снизу тоже вот здесь закрыть таким вот темненьким цветом вот так промываем кисточку и беленький вот набираю вот эта серединка пускай будет беленькая то есть они маленькие тут особо их и даже выписывать не надо немножко деталей да покажем так промывает кисточку следующий шарик вот этот он у нас желтенький в основном давайте его тоже сделаем таким вот ярким желтеньким вот здесь части у нас будут такие вот яркие желтые вот так вот выкладываю как бы средняя до серединка его вот так вот заполняем сегментики и в эту сторону вот видите кое-где наш коричневый просвечивается и как бы немножко дает понятие нам что это разные сегменты что они разделяются вот так и теперь я беру вот этот свой оранжевый и чуть-чуть добавляю даже не красный а оранжевый мой намешанный добавляю немножко в этот желтый чтобы он стал потеплее можно взять если у вас есть к примеру разный желтый да один взять к примеру средний какой-нибудь другой лимонный лимонным сделать серединку а вот эти части верхнюю и нижнюю сделать более темненьким более тепленьким так еще наверно надо добавить по оранжевее вот так хорошенечко перемешаю так и вот эти верхние сегментики заполняем вот таким образом то есть опять таки повторю да вы можете взять к примеру там какой-то свой узор найти либо может вы видели какой-то воздушный шар который вам очень сильно запомнился да и сделать его запечатлеть на вашей работе так сказать вот так наметили и нижнюю часть вот здесь тоже я сделаю таким вот желтеньким цветом далеко ушла вот здесь вот так до полосочки таким образом дальше заполняем заполняем ничего сложного оправдывает вот так заполнили так а нижнюю часть здесь у нас будет голубая полоса а ниже 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 у нас будет красненький вот здесь вот здесь будет красненький вот таким образом к низу будет голубой я наверное смешаю вот с коричневым сиена такой грязновато грязноватый и вот здесь я сделаю такой вот темный цвет в тени да там вот такой цветик дальше я вот вижу там еще такой вот пинточка такая здесь как треугольничком сюда идет синенькая красивенькая синенькая так синего я себе еще кобальта добавлю немножко понемножку добавляйте акрил потому что он сохнет очень быстро ну либо периодически брызгайте водичкой и теперь вот эти вот перемычки да вот так вот раз если сильно очень смешивается акрил дождитесь пока высохнет и потом можно продолжить вот я их тоже сильно не вырисовываю как бы ну так вот показываю то есть запомните тоже такую вот штучку в живописи если вы изначально картину не собираетесь идеально всю выписывать да вот прям выглаживаниями да такими хотите написать какими-то живыми до мазками смелыми не особо аккуратными то старайтесь держаться на все протяжении работы вот этого темпа да то есть не выписывать не выглаживать ничего а если уж начали то тогда выглаживайте уже все потому что ну оно будет прям выбиваться ваша основная работа которую вы проделали да мазками то есть когда появляется что-то очень выписанное кажется что там какая-то недоработка а если вы будете продолжать двигаться на протяжении всей работы такими вот смелыми мазочками то будет все красиво смотреться и интересно вот так и здесь вот такой шарик у нас получился ну и маленькие сейчас закроем маленькие тоже можно закрыть как-то вот ну интересно разнообразно допустим какой вот этот да у нас давайте я сделаю по краям пускай у меня будет раз вот здесь красненькая полоса и с этого края тоже пускай будет красненькая полоса так ну смотрю чтобы они у меня были примерно одинаковые вот так красненькие дальше ну просто уже думаем как бы да красненький что красиво с ним будет рядом смотреться желтенький да красиво ярко ну вот добавлю я теперь желтенького рядышком с одного края с другого края вот так то есть буквально там два мазочка и все у нас маленький ну и посередине я наверное сделаю желтенький синенький зелененький и вот такой зелененький я нанесу посерединке вот так вот вот такой вот у меня получился этот шар так на уголочек беру коричневенький здесь у меня такая корзинулечка малюсенькая малюсенькая корзиночка вот эти тоже сделаю поплотнее более так вот постозно тут вот так вот ручка видна здесь тоже можно легонько что-то показать такое за что вот нити да держит дальше и последний наш шарик тоже вот он у нас по диагональкам там дойдет диагонально диагонально идет он у нас и мы его сделаем ну пускай будет тоже вот синенький возьму и здесь у нас будет вот так идти синенький синенький вот таким вот образом вот так вот пойдет синенький дальше опять-таки рядом с ним будет ярко смотреться желтенький вот здесь добавлю желтенький пускай ряд идет так как он маленький я вот на кисточку набираю видите чуть-чуть совсем на самый уголок прям даже не на всю желтенький сверху что у нас там может идти ну давайте чтобы он бледный не был давайте 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 красненького добавим тоже на уголочек набираю и вот по верху пускай идет красненький цвет если если вы не знаете какой цвет с каким может сочетаться приложите просто тюбики почему бы и нет рядышком и посмотрите какой красиво с каким и внизу я сделаю вот этот мой светло-зеленый красивый оттеночек такой тоже хоть он и маленький но пускай у нас такое будет яркое настроение яркие шары и корзиночку пока коричневую вот сделали откладываю пока свою кисточку и возьму я какую-нибудь тоненькую вот такую кисточку тоненькую беру голубую и беру красную то есть делаю наш фиолетовый оттеночек и вот этот шарик у меня уже так более-менее подсох я вот его чуть-чуть проработаю здесь добавлю вот как у нас здесь идет по шарику да такие вот по белому линии вот эти украшу его да дополнительно сюда можно немножко показать вот этих линий тоже сильно их не выписывать это маленький-маленький шарик то есть даже я его не буду сильно там вырисовывать так еще у меня здесь есть охра желтая вот охра желтая можно в принципе в коричневый желтенького добавить и получится что-то такое светленькое но для простоты работы можно взять просто желтый и вот где корзинка можно где такое где вот так вот поставить мазочки как бы показать что у нас там свет тень да присутствует ну вот так что-то там повоскать повоскать каких-то пятнышек поднакидать лишь бы создалось ощущение света и тени вот так ну мы определились да свет у нас откуда-то отсюда падает то есть солнышко где-то там вот пускай на всех корзинках как бы с одного бока будет вот этот световой элемент как бы плечочки да так по ручечке я тоже немножко вот так вот бликану становится сразу так вот посложней поинтересней так охорочка с белилками на нашем главном шарике я намечу вот здесь отсюда вот эти вот веревочки да которыми он крепится корзинка веревочки и кисточку не промывала взяла беленького и вот кое-где можно еще по ним там беленького на корзинку можно он же у нас главный вот где-то вот более светлых ну на этом на тех даже на самых маленьких можно прям очень сильно и не детализировать дальше беру коричневый и у этих шариков вот очерчу ниши да там что-то тоже покажу типа веревочек каких-то там что-то крепятся они чем-то да самым-самым кончиком очень аккуратно чтобы они не получились какие-то толстые так и вот тут мне не хватает у этих веревочек контрастика немножко добавлю и коричневого дальше я возьму немножко черного вот даже тут крышечки у меня есть и открыла баночку да мне как бы этого достаточно будет я на главном нашем шаре ой по-моему я тоже влезло в краску так очерчу вот здесь аккуратненько вот этот элементик здесь тоже такой вот вот так то есть черный он у нас добавляет контраста можно дно корзиночки под затемнить на этой тоже можно немножко показать видите черные вроде как и художники не любят да его использовать но он все равно посмотрите как сразу да появляются какие-то очень темные детали типа черного немножко никто не говорит что там замазывать все черным но сразу какая вот яркость контраст это появляется и намного ярче начинает смотреться работа то есть чуть-чуть чуть-чуть совсем самую малость как бы не не пренебрегайте добавляйте так здесь тоже вот можно немножко показать какие-то тут детали так все наверное наверное хватит дальше сейчас у нас более-менее подсохла красочка я добавлю еще белилок сейчас мы с вами будем еще больше украшать наши шары беру опять свою скошенную кисточку и смотрите я набираю на кисточку краску вот набрала да немножко и вот вытираю вытираю чтобы она такая вот немножко подпачкана и с этой стороны так как у нас свет на всех квадратиках мы вот так вот берем и краешек резкими движениями ставим что-то типа блечочков да чтобы у нас смотрелось интересно красочки мало-мало и резким движением вот так как бы в протирочку суховато должна идти но конечно нужно дождаться пока подсохнет она потому что будет перемешиваться вот где светлые там меньше да видно но все равно мы добавим такой своеобразный объемчик сделаем так уже более интересно смотрится вот оранжевый еще не подсох и двигается акрил из-за того что мы наносили пастозно и вот эти вот мазочки они тоже ложатся так вот интересно не сплошным каким-то таким цветом да вот голубой совсем прям не подсох набираю заново красочку не хочет не хочет хочет ну пускай поэтому надо вот дождаться пока он высохнет чтобы не ползла красочка вот так вот так вот таким образом вот почти все их прорабатываем с одного краешка . так вот так ну вот тут тоже наверное не получится розовый подвижные ну немножко поставилось хватит также Дальше, вот теперь вот этот желтенький наш шарик, тоже его таким же образом проработаем. Опять-таки, беру беленький, пачкаю кисточку. И тоже с этого края, вот так вот, неровная линия, видите, как бы, как вот лодочкой, да? То есть, этим самым движением мы показываем его объемчик этот. Ну, тут опять не высохло. Промываю кисточку. Как бы так вот, лисировочными слоями, да, делаем. Голубенький тоже не подсох, не получится, наверное. Фокус. Вот так. Вот так я его обману, плоско положу, да, про что я говорила. Помните про облака, что вот если плоско ложить кисточку, то меньше перемешивается красочка. Дальше. Ну, и вот маленькие тоже, чтобы они не были очень скучные, вот капелькой-капелькой красочки я кое-где вот уголочком там вот покажу что-то такое, какие-то светлые полосочки, такие вот полупрозрачные, что-то какое-то, какие-то моментики. Здесь тоже. Так, чуть-чуть-чуть-чуть. Какое-то задать движение. Здесь можно тоже. Немножко и очень аккуратно. Здесь чего-то хочется поярче. Возьму вот этот оранжевый, с обратной стороны добавлю желтенького. Когда вы смотрите, у вас, может, другие, да, то есть уже я как бы уже придумываю, смотрю по ходу дела, вот что мне, к примеру, кажется темноватым или бледноватым. Вот так вот, видите, не полностью перекрывая желтым, у меня там и оранжевый, да, просвечивается, и получается такой уже более сложный цвет, такой вот интересный шар получился. Так, ну и голубой полосочки эти голубые, надо на них тоже поставить брючочки, но они у меня тоже еще не высохли. Как бы мне, вот так я сделаю, вот так, хотя бы немножечко, но надо все-таки показать какое-то... Плюс это усложняет работу, да, вот эти вот все мелкие детальки, проработка, вот это вот становится как-то все это интереснее. Так, а вот здесь я хочу сделать такой вот, наоборот, поярче плечочки на этом шарике. Вот, чтобы такой интересный был. Ну, именно на синем, не на всех, а на синем. Ну и все, а с этой стороны даже не буду, там тень, особо там бликов и не будет. Можно, в принципе, вот сейчас я посмотрю, если понравится, сделаю, если нет, то нет. Можно сами сегменты вот так вот аккуратно уже по просохшему пройти коричневым. Вот прям, в принципе, вроде как неплохо получается. Только тонкой-тонкой линией. Вот так вот, раз. Такими как дугами небольшими. Не запятыми, не запятыми, похожие движения, как вот скобка открывается, скобка закрывается. Только не сильно выгнутая, а вот как бы по форме вот этого вот сегмента. Вот так, чуть-чуть. Вот, мне кажется, так поинтереснее. Подчеркнуть, где-то разделить, да, их там. Еще набираю. Чтобы линии получались тонкие, конечно, надо понемножку красочку набирать, чтобы клякса не висела. Вот, ну, вот так, мне кажется, поинтереснее, он такой пообъемнее стал. Можно, в принципе, и горизонтально еще вот так вот провести, да. То есть дополнительно. Ну, я вот средний, наверное, сделаю. И все. Серединочку. Края не буду там сильно ничего выделять. Вот, даже уже остатками краски, чтобы так, лишь бы намек был. Прям очень-очень аккуратненько. Вот. Шарик из таких сегментов получился. Ну, осталось у меня, что остались белила, желтенький, да, тут куча красок. Я вот смешаю сейчас, смотрите, в белила добавлю капельку-капельку желтенького, вот этого. Вот, получился такой легкий-легкий желтый оттеночек. И вот в наши облака, когда оно уже подсохло, да, уже он не будет зеленить там, смешиваться. Я добавлю вот такой теплоты еще в облака. Опять-таки все это дело, это усложняет работу. Пока мы возились с шарами, да, вот можно вот так понакручивать чего-то. Фон наш подсох. Книзу опять я растираю, растягиваю. Такой легенький-желтенький оттеночек. Можно где-то подбросить в облака. Еще вот, чтобы, как бы вам посоветовать, да, отвлечься. Попробуйте на момент написания облаков, вот я как отвлекаюсь, я рассказываю вам, я думаю больше о том, в этот момент, что вам сказать, да. А вы попробуйте, ну, позовите кого-то из домашних. И, ну, скажите, я там буду писать сейчас облака, а ты посиди со мной поговорить, да. Начните какой-нибудь разговор, так, чтобы вы отвечали и думали, что вам ответить на вопрос. Вот, как вариант можно вот так попробовать, чтобы приучить себя, как бы, да, к этому, как отвлечься. Мне-то чуть-чуть проще, да, я вам рассказываю. Вот, и тогда вы будете думать о том, что вам ответить, а не о том, куда вам мазок нанести. И накручивайте, накручивайте. Еще один такой советик. В рисовании облаков, они, как правило, когда сидишь близко к камере, к камере, господи, уже заговариваюсь, к холсту. Когда сидишь близко к холсту, смотришь на них и думаешь, боже, ну, они вообще не похожи на облака. Вот бывает у вас такое, там даже не важно, облака или там цветы, тоже бывает такое. А когда отходишь и смотришь со стороны издалека, думаешь, блин, какие они классные, потому что вот не зря же живопись, она вся не вот так вот, да, в 50 сантиметров от холста смотрится, а как бы, ну, рекомендовано отходить подальше и тогда рассматривать картины. То есть и вы вот отходите, то есть сделали-сделали какие-то мазочки, отошли, руку вот так подбородку, да, приставили, сделали умный вид и глазки прищурили и всмотрелись. Ну, это я так смеюсь, конечно, утрирую, но отходить, конечно, да, нужно и это будет все-таки видно вам. А прищуривание глазок на самом деле действительно очень помогает увидеть, как они у вас получились, да. И вот издалека, к примеру, очень-очень хорошо видно, допустим, вот если есть какое-то облако, и сразу становится видно, вот, еще вот тут кусочек надо добавить. И уже когда вот основная масса нанесена, вы отходите, смотрите, и там уже какие-то детальки добавляете, уже можно так, как бы, ну, более продуманно, да, наносить их. А так, конечно, ну, сидеть и выписывать каждое облако, это получается, как правило, ну, не особо красиво. Ну, вот, друзья, на этом наш мастер-класс подошел к концу. Вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны, колокольчик жамкайте, чтобы уведомления приходили о новых видео. Ну, вы, наверное, уже в курсе, да, в каждом видео это повторяю. Вот, на этом все, до скорой встречи и пока-пока. А сейчас я вам сниму малярный скотч и покажу, как работа смотрится без скотча. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok